первое видео для нашего канала под названием пелемени от гузели и алина с нами два яйца больших соли приблизительно столовая ложка вмешивают а я вмешиваю это все воду в муку вмешиваю так стакан теплой воды в однородную консистенцию приблизительно где-то почти на килограмм муки двести пятьдесят точно две столовых ложки растительного масла посмотреть 2-3 столовых ложки больше не надо добавляю для того чтобы оно было эластичное и не засыхало не засыхало ничего не засохло ну и естественно масло дает свою эластичность некоторые добавляют уксус я не добавляю этап добавления муки можно сразу пол килограмма не боясь уже мы выложим его на на поверхность на гладкую чистую поверхность и будем там уже месить немного руки нет возможно этого достаточно и завешиваем плотненько эластичное тесто начинаю месить уже двумя руками пришла ставь муку это на всякий случай если будет липнуть к рукам какое классное тесто эластичное сразу это из-за масла так оно такое да и вообще в принципе она такую я просто нет ну да вот и масло получается вот такой вот видишь она еще расползается не должно расползаться вот так мы месим за тех пор пока она вот так вот расползаться не будет а будет растягиваться понял так она уже видишь поэтому но она еще все равно жидковатая по консистенции немножко присыпаем и тут же поджидает который хочет туда лапы лапы свои погрузить сейчас мы его домесим положим в пищевую пленку и прям здесь оставим на столе чтобы влага распределилась она будет еще мягче и потом второй замес муки сделаем и на час буквально минут 15 полежит а второй зачем посмотрим как она будет если она будет вот таким же ползется надо будет немножко муки еще добавить даже видишь она все равно липнет вот сейчас мы его еще помесим нет и положим в пищевую пленку все видишь так вот так же палинки на и задницу до ладошка это твоя попа подвижно уже такой мы сейчас положим пакет она подержит минут 15-20 пакет она еще разойдется потому что вода теплая так алина и колобок давай лишь помощница так мы заворачиваем в полотенце это все и оставляем при комнатной температуре на 15 минут ну 15-20 минут не больше потом мы смотрим сейчас мука разойдется с влагой влага вернее всего по тесту разойдется мы посмотрим какую консистенцию если она расползается значит немножко муки добавляем и потом на час его просто убираем чтобы она отдыхала все пока она отдыхает мы делаем начинку отвариваем картофель жарим лук для вареника и делаем фарш на пельмени на варенике у нас варится картофель главный шеф-повар всего мира и богаты перемешивает лук ну да я умею готовить что ты положила в сковородку и еще что и масло какое сливочное так сколько кусочек грамм 70 грамм 50-70 грамм вот он увидишь смотри видишь как оно расползлось смотри как оно получилось я так думаю что муки туда сейчас посмотрим мне кажется даже не надо будет просто его замесить да но эластичная вниз с шибко упругая но и мягкая аж пузыри пузыри лопает попаются даже больше и не надо вишни ну конечно он же тоже свои эфирные масла да очень классно тесто получилось но это вот по большей части вот из подсолнечного масла мама закрывать вот такую гладенькая не не упругая средний средненькая такой получилось сейчас могу отдыхать пол килограмма говядина и пол килограмма свинины соли потом нужно будет досолить ну и перец чудо перец молотный перед тем как будем перед лепкой перед тем как начнем лепить добавим сюда где-то пол стакана пол стакана воды чтобы фарбу фарш должен быть жидковатый это для того чтобы племени были срочные чтобы не было мясо резиновое потому что в этом мясе который я купила но практически без жира видишь раз распласталась раз лежалась и вот оно стало такое у нас сейчас немножечко подсыхает 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 вода добавляем чтобы он был привлент ну вот чтобы он жидкий вот поэтому воды можно не жалеть вот он такой вот и форму держит водичка есть ну пока вот идидидидидиди они еще такие маленькие я должна увидеть как вот эти наверное и вот так вот как это вареник ну не вареник а ты видишь как говорит синие чтоб они были чтоб у 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 о у у Продолжение следует... После давилки. Прямо оно как пух. Я представляю, какая пюрешка будет с нее обалденная.